На сайте Джорку Кенеша размещен новый проект Уголовного кодекса. Разработчики предлагают упразднить кодекс о проступках. Согласно новому документу, данный вид преступлений будет распределяться между Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. При этом ряд уголовных проступков, таких как побои, незаконная предпринимательская деятельность, не включены ни в один из предлагаемых кодексов. В Конституции в разделе права человека написано, что никто не может быть признан виновным за совершение преступления или проступка, а не иначе, как на основании приговора суда. То есть Конституция закрепляет, что должны быть преступления, должны быть проступки. Проступки – это тоже преступления, но небольшой тяжести, но за которые нет лишения свободы и нет судимости. Поэтому здесь может быть вопрос на предмет соответствия Конституции. Что касается Кодекса об административных правонарушениях, то ряд его субъектов расширился. Помимо физического и юридического, теперь в Кодекс включено и должностное лицо. Однако и этот пункт юристы раскритиковали. Вся концепция административной юстиции построена на том, что чиновник, который плохо работает, он дальше не может занимать эту должность, он должен быть уволен. А предлагаемая редакция кодекса об административных правонарушениях, предлагается такого чиновника оштрафовать. Получается, что оштрафовали, ты плохо работаешь, но мы тебя оштрафовали и продолжат дальше работать. Не факт, что он продолжит свою работу хорошо или правильно. Поэтому это не те механизмы, которые нужно использовать для того, чтобы заставить чиновника правильно работать в соответствии с законом. В обществе наблюдается недовольство работы правоохранительных органов и судебной системы. Поэтому к написанию кодексов нужно отнестись серьёзно. Они не должны стать карательным инструментом, говорит депутат Джорг Кукинеша Наталья Никитенко. Действующие кодексы, вступившие в силу всего два года назад, показывают положительные результаты, добавила нардеп. Я считаю, что большой шаг вперёд был сделан, имея действующие кодексы, которые вступили в силу в 2019 году, они заложили направление к гуманизации нашего законодательства, потому что действительно очень много нареканий. Вот такая репрессивная система, ещё сложившаяся по традиции с советских времён и далее, нацеленная на то, чтобы посадить и увеличить тюремное население, оно не соответствует сегодняшнему дню. 1 апреля указом президента создана экспертная группа по совершенствованию судебной и правоохранительной систем. Группа разработала проект о внесении поправок в кодексы и законы 2019 года. 7 мая законопроект был вынесен на общественное обсуждение на сайте парламента. После всех процедур документ будет рассмотрен Джорг Кукинешем.